Привет! Ты только посмотри, что случилось ночью. Выпал снег. Теперь мы можем играть в разные зимние игры. Эй! Мальчики, осторожнее! Не попадите по моей снежной бабе. По снежной бабе? Ты имела в виду по снеговику? Нет, я ради разнообразия леплю снежную бабу. Я собираюсь сделать красивое жерелье и волосы из веточек. Это отличная идея! Ой, промахнулся, Митя! Это не честно, Боря! Ты построил стену и прячешься за ней! Да, зато в Борю легче попасть, чем в тебя, Митя. Лучше я отойду в сторону, пока в меня не попали снежком. Я захватила с собой санки, чтобы кататься с горки. Ха-ха! Я почти попал в тебя! Ой, смотрите! Полина забралась на вершину! Вот и я! Ой, как здорово! Ого! Надо срочно повторить! Играть в снегу очень весело! Надеюсь, тебе тоже нравится Попробуй пощелкать вокруг, чтобы сыграть в наши игры и найти несколько снежных сюрпризов Пойдем со мной! Приветик! Когда на улице холодно, я получше укутываюсь в свой шарф и надеваю перчатки. Животные, живущие в холодном климате, сохраняют тепло иначе. Надеюсь, ты умеешь кидать снежки, потому что мне нужна твоя помощь. Тебе нужно будет попадать снежками по мишеням, чтобы узнавать интересные факты о разных животных. По экрану будут двигаться изображения животных. На каждой картинке есть мишень, по которой тебе нужно попасть. Когда мишень будет точно над твоим прицелом, вот здесь. Щелкни по этой кнопке, чтобы бросить свой снежок. Вот так! Если ты попадешь по мишени, узнаешь, как животные сохраняют тепло в холодную погоду. Ладно, пора играть в снежки! Прекрасно! Это северный олень. У северных оленей шерсть очень теплая, а еще она не намокает от снега. Следующая мишень уже в пути! Острый глаз! Это морж! У моржей под кожей есть толстый слой жира, который называется ворвань и защищает его от холода. Попробуй попасть в следующую мишень. Получилось! Это белка. Белки собирают корм летом и хранят его, чтобы было чем питаться холодной зимой. Приготовься к следующей мишени. Получилось! Это полярный заяц. У полярных зайцев плотная шерсть, которая предохраняет их зимой от холода. А еще у них короткие уши, которые позволяют предотвратить потерю тепла. Приготовься к следующей мишени. Острый глаз! Это чайка. Когда становится холодно, эти птицы сохраняют теплый воздух между перьями, распушив их. Попробуй попасть в следующую мишень. Прекрасно! Это рыба. Зимой в автомобилях мы используем антифриз, чтобы в его системах не замерзала вода. В организмах некоторых рыб, живущих в очень холодном климате, тоже есть подобный антифриз, который защищает их от замерзания. Он в три тысячи раз эффективнее того антифриза, что используем мы. Отлично! Это все животные! За такую меткость ты получаешь кусочек картинки-загадки. Хочешь посмотреть и на других животных? Щелкни по картинке, если хочешь сыграть еще раз. Или щелкни по кнопке с домиком, если хочешь вернуться к друзьям. Привет! Я уже несколько раз скатилась с горки на санках. Ты, наверное, устала, Полина? Нет, совсем наоборот. Хочу кататься весь день. У тебя получилась отличная снежная баба, Алиса. Мне очень нравятся волосы из веточек. Но мне кажется, ей нужно использовать другой шампунь, Алиса. Боря! Что, Митя? Эй! Боря! Ой-ой-ой! Это твоя вина, Боря! Я же говорила вам не бросаться снежками рядом с моей снежной бабой. А теперь вы обломали ей волосы. Мне очень жаль, Алиса. Да, Боря! Ты повел себя очень плохо. И ты тоже, Митя. Смотрите, куда кидаете свои снежки. Пока мы помогаем Алисе восстановить ее снежную бабу, пощелкай вокруг и сыграем наши игры. Давай искать буквы. Привет! Брррр, как тут холодно! Но мы будем согреваться, играя со словами. В этой игре тебе нужно будет угадывать слова, которые я загадала. Ты можешь выбрать три гласных из предоставленных на выбор. И шесть согласных, которые, по твоему мнению, могут встретиться в этом слове. Щелкни по нужным тебе буквам. Если какие-то из этих букв встречаются в этом слове, я поставлю их на место. Потом ты увидишь четыре картинки в облаках. Тебе нужно будет щелкнуть по той картинке, которая, по твоему мнению, подходит к загаданному слову. Прежде чем начать, мне нужно узнать, как хорошо ты угадываешь слова по содержащимся в них буквам. Если ты хочешь угадывать слова из шести или семи букв, щелкни по синей кнопке. А если ты умнее всех и хочешь угадывать слова из восьми или девяти букв, щелкни по оранжевой кнопке. Если ты угадаешь четыре слова, я дам тебе кусочек картинки загадки. Давай попробуем угадать первое слово. Выбери несколько букв, чтобы подставить их в таинственное слово. Щелкни по трем гласным, которые могут встречаться в этом слове. Теперь ты можешь выбрать шесть согласных. Сколько букв окажется в спрятанном слове, которое я загадала? Тебе удалось угадать три буквы. Щелкни по картинке, которую обозначает это слово. Именно, это слово футбол. Пора перейти к следующему слову. Выбери несколько букв, чтобы подставить их в таинственное слово. Щелкни по трем гласным, которые могут встречаться в этом слове. Теперь ты можешь выбрать шесть согласных. Сколько букв окажется в спрятанном слове, которое я загадала? У тебя есть две буквы. А теперь щелкни по картинке, которая описывается этим словом. Точно! Это слово радуга. Зачем Петя переехал на Северный полюс? Теперь ему не надо стоять в очереди за мороженым. А теперь взгляни на новое слово. Выбери несколько букв, чтобы подставить их в таинственное слово. Щелкни по трем гласным, которые могут встречаться в этом слове. Теперь ты можешь выбрать шесть согласных. Сколько букв окажется в спрятанном слове, которое я загадала? У тебя есть две буквы. Щелкни по картинке, которую обозначает это слово. Отлично! Это слово макака. Вот еще пропущенные буквы. Выбери несколько букв, чтобы подставить их в таинственное слово. Щелкни по трем гласным, которые могут встречаться в этом слове. Теперь ты можешь выбрать шесть согласных. А теперь давай посмотрим, сколько выбранных тобой букв окажется в этом слове. Тебе удалось угадать четыре буквы. Щелкни по картинке, которую обозначает это слово. Именно! Это слово паутина. Ура! Тебе удалось найти все картинки, которые относились к таинственным словам. За то, что ты так здорово угадываешь слова, я даю тебе кусочек картинки-загадки. Хочешь сыграть еще раз? Щелкни по иглу, если хочешь сыграть еще раз. Или щелкни по кнопке с домиком, если хочешь вернуться к другим ребятам. Привет! Мы с Митей прекратили играть в снежки. Самое время! Я нашел на снегу несколько птичьих следов и подумал, что нужно принести птичкам немного еды. Когда выпадает много снега, им иногда трудно найти под ним еду. Поэтому я принес для них немного орехов. Ой, смотрите! Вон птица! О! Я снова полезу на горку кататься на санках. Эта птица наверняка очень хочет есть! А вот снова едет Полина! Ура! Хау! Полина! С тобой все в порядке, Полина? Да, я просто немного... неловко себя чувствую. Я упала с санок в огромную кучу снега. Думаю, пока мне хватит кататься. Я начинаю мерзнуть. Пора бы уже пойти внутрь и попить горячего какао. Ммм, звучит здорово! Почему бы тебе не поиграть с нами в снегу? Щелкни по одному из нас, чтобы посмотреть на наши игры! Сыграем в мою игру! Привет! Давай сыграем в мою игру со снеговиком. Мне нужно закончить примеры на снегу перед снеговиком. Ты поможешь мне выбрать правильный математический знак, который нужно вставить вместо снежинки в каждом примере? Посмотри на кнопки на животе у снеговика и реши, какой знак тебе нужен. Плюс, минус, умножить или разделить. Давай я покажу тебе! В этом примере ответ 10. Какой знак нужно поставить между двумя пятерками, чтобы получилось 10? Это знак плюс, потому что 5 плюс 5 равно 10. Итак, я щелкну по кнопке со знаком плюс. Вот так! Если ты справишься с 8 примерами, получишь кусочек картинки загадки. Но сначала мне нужно узнать, как у тебя с математикой. Если с математикой у тебя все в порядке, нажми на синюю кнопку. А если ты самый лучший математик, нажми на оранжевую кнопку. Хорошо, начинаем! 35 2 равно 33 Какой знак нужно вставить сюда? Правильно! 35 минус 2 равно 33 Вот следующий пример. 58 2 равно 60 Какой математический знак тут должен стоять? Правильно! 58 Плюс 2 равно 60 Вот еще один пример. 10 2 равно 20 Найди недостающий знак и щелкни по нему. Точно! 10 умножить на 2 равно 20 Вот еще один пример. 6 6 2 равно 12 Какой математический знак тут должен стоять? У тебя отлично получается! 6 умножить на 2 равно 12 Как овечки сохраняют зимой тепло? У них есть центральное шерстопление! Вот следующий пример. 66 41 равно 25 Найди недостающий знак и щелкни по нему. Хорошо! 66 минус 41 равно 25 Вот еще один пример. 59 8 равно 67 Найди недостающий знак и щелкни по нему. Правильно! 59 плюс 8 равно 67 Вот еще один пример. 15 20 равно 35 Какой математический знак тут должен стоять? Хорошо! 15 плюс 20 равно 35 Остался всего один пример. 47 12 равно 35 Найди недостающий знак и щелкни по нему. Точно! 47 минус 12 равно 35 Отлично! У тебя получается! За то, что из тебя получился такой отличный математик, ты получаешь кусочек картинки-загадки! 30 Хочешь попробовать справиться и с другими примерами? Щелкни по снеговику, если хочешь сыграть еще раз. Или щелкни по кнопке с домиком, если хочешь вернуться к ребятам. Пойдем сольемся с толпой. Привет! Моя мама только что купила мне новое синее платье. А Полине больше нравится розовый цвет. У нее очень много розовых вещей. Но хотя нам нравятся разные цвета, между нами все равно много общего. Нам нравится одна и та же музыка. И мы любим читать. Наверняка у тебя есть много друзей, и всем им нравятся разные вещи. Но вам все равно нравится играть вместе. У меня есть для тебя отличная игра, в которой тебе нужно будет найти из множества лиц одно единственное по описанию, которое я тебе дам. Я загадаю одно из 20 лиц на этом экране. Потом я что-нибудь расскажу тебе о выбранном человеке. А тебе нужно будет щелкнуть по каждому человеку, который не подходит под описание, чтобы они пропали с экрана, пока не останется только один. То есть, если я говорю, что тот человек ребенок, тебе нужно будет щелкнуть мышкой по каждому взрослому, чтобы на экране остались только дети. Вот так. Потом я скажу тебе еще что-нибудь об этом человеке, и ты снова будешь щелкать по лицам, которые не подходят под описание, пока не останется только один человек, тот, которого я загадала. Если ты найдешь трех загаданных людей, я дам тебе кусочек картинки-загадки. Пора найти первое загаданное лицо. Я загадала взрослого. Щелкни по всем людям, которые не являются взрослыми. Следующая подсказка. Человек, которого ты ищешь – мужчина. Щелкни по всем людям, кто не является мужчиной. Великолепно! Отлично! Отлично! Великолепно! Получилось! Я дам тебе новую подсказку. Человек, которого я загадала, носит головной убор. Щелкни по всем людям, которые не носят головных уборов. Верно! Верно! Получилось! Следующая подсказка. Человек, которого я загадала, носит красный шарф. Щелкни по каждому человеку без красного шарфа. Отлично! Тебе удалось найти человека, которого я загадала. Какой фокус? Самый простой. Кролик в шляпе. Достаточно просто надеть на кролика шляпу. Теперь найди следующее загаданное мною лицо. Я загадала взрослого. Щелкни по всем людям, которые не являются взрослыми. Отлично! Великолепно! Получилось! Отлично! Великолепно! Верно! Верно! Отлично! Великолепно! Получилось! Следующая подсказка. Человек, которого ты ищешь – женщина. Щелкни по всем людям, кто не является женщиной. Великолепно! Получилось! Верно! Отлично! Великолепно! Я дам тебе новую подсказку. Человек, которого я загадала, носит головной убор. Щелкни по всем людям, которые не носят головных уборов. Верно! Отлично! Получилось! Следующая подсказка. Человек, которого я загадала, носит красный шарф. Щелкни по каждому человеку без красного шарфа. Отлично! Вот кого я загадала. Когда собака бежит, но не двигается с места? Во сне! Ты сможешь найти последнее выбранное лицо? Я загадала ребенка. Щелкни по всем людям, которые не являются детьми. Отлично! Верно! Великолепно! Получилось! Верно! Получилось! Великолепно! Отлично! Великолепно! Отлично! Следующая подсказка. Ты ищешь мальчика. Щелкни по всем людям, кто не является мальчиком. Получилось! Верно! Отлично! Верно! Великолепно! Я дам тебе новую подсказку. У человека, которого я загадала, кудрявые волосы. Щелкни по всем людям в головных уборах или по тем, у кого короткие жесткие волосы. Получилось! Верно! Отлично! Следующая подсказка. Человек, которого я загадала, носит синий шарф. Щелкни по каждому человеку без синего шарфа. Тебе удалось найти всех троих. Как у тебя отлично получается! Ты заслуживаешь кусочек картинки-загадки. Хочешь сыграть еще раз? Чтобы сыграть еще раз, щелкни по картинке или щелкни по кнопке с домиком, чтобы вернуться к ребятам.